Приветствую вас, аноним. Прочитал ваш вопрос и думаю, что странно поставлено много. Вот в смысле ваш вопрос. Вы спрашиваете, правы ли вы или нет. Вопрос не в том, правы вы или нет, потому что правота она у каждого слоя. Вопрос в том, что вы оспариваете с одной стороны действия своего начальника, которые решают поднять вам зарплату и прочее. Вы оспариваете его решение внутри, про себя. Вы мучаетесь тем, что получаете, по вашему мнению, незаслуженные деньги. Хотя, я думаю, для вас не секрет, что деньги считать умеют и что, если не считать деньги, то очень быстро можно всё потерять. Поэтому, если изначально говорить, что повышение вам зарплаты ничего незаметно для фирмы, то не очень понятно, почему вы это оспариваете. Вообще, на каком основании вас грызёт, как вы говорите, совесть, да? Вот, и вы чувствуете вину за то, что отнимаете деньги или рабочее место у других людей. Кудрячёв Игорь Леонидович, коллега правильно сказал, что вы чувствуете себя недостойно из своего места. Вопрос только заключается в том, откуда у вас это ощущение и почему вам было бы спокойно, если бы за бродостой вам платили минимальную, меньше, чем сейчас зарплату. Почему? Откуда такое чувство недостойности? Откуда такое неприятие того, что ваше время, ваши все силы облачивают? Почему вы считаете, почему у вас смущает совесть, вы считаете, что так быть не должно? Если вы беспокоитесь о других людях, то они сами знали, куда шли и я полагаю, что решать за них, что им делать и думать за них, как они оказались на этом месте. Ну, несколько бесперспективная история, что касается вас, что касается того, что вы считаете себя недостойным. Да? Что вы считаете, что вы стыдитесь того, что эта ситуация с вами происходит. Значит, вот этот момент разобрать очень даже нужно, потому что речь идет о Леониджиной самооценке и отсюда вины. Как, в принципе, сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Дальше. Вы говорите, что вы слишком мнительно. Что такое мнительно? Это про тревогу. Это про тревогу. Это про тревогу. Это про тревожное такое состояние повышенного напряжения, в котором человек более восприимчив к определенным вещам, которые в той или иной степени могут его волновать. Ну, в вашем случае это то, как вас оценивают ваши коллеги. В вашем случае это то, как вас ценишь на работе. В этом случае, возможно, речь идет еще и о других непрофессиональных, нерабочих сферах. Умнительность это тревожность. Тревожность, по своей природе, это состояние, в котором человек не откликается на свои определенные переживания, которые у него есть, места, не слушает их, не позволяет им быть, старается их не заметить. Ну и всякое такое. Всякое такое. Поэтому, очень важно разобраться с тем, как вы к всему этому приходите. Как вы приходите к тому, например, что вы недостойны каких-то денег, какого-то рабочего места. Как вы приходите к тому, например, что тревожите, что беспокоитесь, что переживаете по поводу того, кто что о вас думает из коллег. Чувство стыда, которое вы испытываете, оно не такое уж и странное. Только вот внушили вам его те люди, которые были с вами в критический момент. Как правило, это родители. Ну, родительская семья. Ну вот, что стоит за стыдом? Что стоит за чувством совести? Что такое само по себе совесть вообще? То есть, что от себя представляет совесть вообще? Да? Вот, ну, что такое совесть? Отдаёте ли вы, к примеру, себе отсчёт, что такое совесть? Почему вы критикуете, например, свою ценность? Да? Допустим. Но не критикуете адекватность того, как вы эту ценность воспринимаете. То есть, вот вы критикуете, ну, критикуете себя за то, что получаете деньги, которых не заслуживаете. Вот. Но вы не критикуете, вы не критикуете свою идею, свою идею о том, что вы можете быть не бравой в этом. Вот. И, ну, на мой взгляд, это довольно-таки серьёзный момент. Вот. Потому что, как мне кажется, здесь, здесь есть, вот, в некотором, в некотором смысле, здесь есть, такое, противоречие, что ли. Вот. Понимаете? Потому что, критикуя одно, да, вы, ну, по большому счёту, не обращаете внимание на другу. Я говорю, вот. Мне кажется, это, ну, мне кажется, это несколько, такое, не совсем, я бы сказал, уважительное отношение к, к себе. К вам. Вот. И, мне думается, думается, что в этом направлении вам имеет смысл поработать, имеет смысл в этом направлении вам. Ну, преследовать себя. Вот. Преследовать себя. Преследовать свои реакции. Вот. И, я думаю, что вы сможете найти те ответы, которые есть, по большому счёту. Вот. Вот. Ну, вот, примерно, 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 то примерно так я мог бы, наверное, вам ответить на вопрос, который, который задаётся. Вот. Вот. Правых виноватов здесь нет, то есть вы, совершенно, в реал пытаетесь искать. А, правых виноватов. Вот и сейчас, да. Правда, у, каждого, своя, но вы, именно вы, тяготитесь, ааааааа. внутренними противоречиями своими, которые вам нужно помочь разобрать. Вот, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.